Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать, отгоняюсь, ведущим методистом центра естественного математического образования. И сегодня мы с вами поговорим, какие пособия подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выходят в нашем издательстве. Конечно, более детально рассмотрим наши новые издания. Это книги ОГЭ «25 лучших вариантов от просвещения» и ЕГЭ «25 лучших вариантов от просвещения». Ну, уважаемые коллеги, как вы знаете, издательство «Просвещение» уже не один год выпускает пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. И даже правильнее сказать, что мы с самого начала ведения ОГЭ и ЕГЭ с 2009 года издаем литературу для подготовки к этим экзаменам. Конечно, мы не стоим на месте и прекрасно понимаем, какого рода книги вам необходимы для подготовки учащихся к этим непростым испытаниям. И поэтому с июня 2018 года в нашем издательстве выходит большая серия, она так и называется «25 лучших вариантов от просвещения». Куда входит 25 вариантов и по ОГЭ, это биология, и 25 вариантов ЕГЭ, тоже предмет биологии. Но, как вы видите на этом слайде, мы издаем эти пособия по 10 основным предметам, которые стоят на итоговой аттестации, и все эти дисциплины перечислены на моем слайде. Но что важно, что все эти книги имеют схожую структуру и удобны для работы, потому что их создавали именно те люди, кто стоит у руля ОГЭ и ЕГЭ. И они прекрасно понимают, какие проблемы возникают при сдаче и при прохождении итоговой аттестации. У кого-то из вас может возникнуть вопрос, почему пособия нашей серии называются «25 лучших вариантов от издательства просвещения». Ну, как вы знаете, иногда, выходя из кабинета после экзамена, наши ученики говорят, «Ой, мне достался такой легкий вариант, что я быстро все-все-все решил и все выполнил». А кто-то из учеников, наоборот, очень расстроен, весь в переживаниях, что у него был вариант очень тяжелый, и долго приходилось сидеть и думать над каждым вопросом и работать с каждым заданием. И вот, чтобы этого не произошло, именно вот наше пособие «25 лучших вариантов от просвещения» содержит варианты сбалансированные, то есть ориентированные не на сильного и не на слабого ученика, а именно варианты валидные и подготовленные авторами, учителями, практиками, которые имеют огромный опыт подготовки ГИИ и являются экспертами предметных комиссий. То есть самое основное, что наши варианты именно сбалансированы, да, и таким образом подобраны задания по биологии и в УГ, и в ЕГЭ. Ну, что хотелось бы отметить из ключевых особенностей. «25 лучших экзаменационных вариантов от просвещения» содержит именно оптимальный подбор заданий, где учитываются все требования в УГ и ЕГЭ. Также учитывается опыт прошедших экзаменов. Ну, сегодня особенно актуально, да, об этом говорить, поскольку прошли все наши с вами основные экзамены по УГ и ЕГЭ, и вот какие сложности возникали, да, в 2016 году, все это учтено уже в наших пособиях будет. Следующая важная, отличительная особенность, что даются советы по выполнению трудных заданий и даются решения заданий во второй части. Ну, в второй части, да, множество вопросов, да, и это как раз все представлено в наших книжках. Таким образом мы оказываем поддержку будущим участникам экзамена и учителям, и родителям, и мы всех организуем на успешное выполнение заданий УГ и ЕГЭ. Что также очень важно, что в пособии 25 лучших вариантов от просвещения даются ответы на все задания. И также представлены критерии оценки правильности их выполнения. То есть учителя получают отличный набор вариантов для предэкзаменационного тестирования. А у выпускников есть возможность, да, провести самооценку, да, для проверить, насколько это готов или не готов ГИЭ. Ну, как я уже сказала, что наши авторы – это эксперты предметных комиссий, учителя практики с опытом подготовки ГИЭ. И также в наших пособиях даются рекомендации по выполнению экзаменационных работ. То есть можно ознакомиться с правилами, процедурой проведения экзамена и выбрать эффективную индивидуальную стратегию подготовки и избежать случайных и нежелательных ошибок. Ну и, коллеги, эти пособия будут стоить по минимальной цене, то есть именно доступность этих изданий для покупателей. Ну, как мы считаем, что для того, чтобы заработать максимальное количество баллов при сдаче УГЭ или ЕГЭ, нужно использовать пособие «Я сдам УГЭ» и «25 лучших вариантов от просвещения» именно одновременно в комплексе. Ну, так же, как и пособие серии «Я сдам ЕГЭ» и «25 лучших вариантов от просвещения». И отличие, да, почему нам кажется, этот путь наиболее правильный, поскольку, используя книжечки серии «Я сдам УГЭ», «Я сдам ЕГЭ», мы можем проработать все типажи заданий, в том числе и сложные задания, с которыми возникает наибольшее количество проблем. Ну, а вот приобретая пособие «25 лучших вариантов», школьники, как на реальном экзамене по биологии, решают все задания. Ну, если говорить про принципиальное отличие пособий «Я сдам УГЭ», «Я сдам ЕГЭ», это наша серия, которую, я думаю, вы хорошо знаете, уже не один год мы ее и сдаем. Она выпускается совместно с Федеральным институтом педагогических измерений, ФИПИ, и на этих пособиях стоит значок «ФИПИ». Вот вы видите на моем слайде. Ну, авторами этих пособий являются авторы-составители контрольно-измерительных материалов КИМов и для УГЭ, и для ЕГЭ. И именно пособия серии «Я сдам УГЭ», «Я сдам ЕГЭ» позволяют учащимся максимально в сжатые сроки подготовиться к сдаче экзамена. Но также даются там рекомендации и комплекс типичных заданий. Что очень важно, коллеги, что в этих пособиях серии «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам УГЭ» учитываются все изменения КИМов 2018 года, а также опыт и анализ результатов УГЭ прошлых лет. Но эти пособия серии «Я сдам УГЭ», «Я сдам ЕГЭ» адресованы и школьникам, и родителям, и педагогам. Именно позволяют они проверку провести, самопроверку достижения требований образования стандарта по уровню подготовки выпускника. И ребенок может увидеть, насколько он подготовлен или не подготовлен к этому испытанию на ЕГЭ. Ну, когда уже ребенок видит в себе силы, он проработал задания, прорешал все эти основные, включенные в серию «Я сдам УГЭ», «Я сдам ЕГЭ» вопросы, мы, как на реальном экзамене, берем книжечки УГЭ или ЕГЭ «25 лучших вариантов от просвещения», и за конкретный определенный период времени прям берем вариант, один из 25, какой нам больше нравится, и садимся и выполняем, как на реальном экзамене. Ну, самое важное, коллеги, что эти книжки из серии «Я сдам УГЭ» и серии «25 лучших вариантов от просвещения» позволяют каждому оптимизировать время подготовки. То есть кому-то достаточно в течение нескольких месяцев, да, проработать основные вопросы, задания и прорешать варианты из книжечек «25 лучших вариантов», а кому-то нужно два года по ходу изучения основных тем, да, тоже прорабатывать, прорабатывать, используя наши книжечки из серии «Я сдам УГЭ» или «Я сдам ЕГЭ» и «25 лучших вариантов от просвещения». Очень важно, что в книжках «25 лучших вариантов от просвещения» указано, что именно будет вынесено на экзамен из всего круга изучаемых вопросов, и что необходимо повторить. Ну, и в этих пособиях учитываются ошибки, да, которые допускали наши дети в предыдущие годы. Ну, коллеги, что очень важно, что действительно эти пособия позволят максимально в жатые сроки подготовиться к сдаче УГЭ и к сдаче ЕГЭ. Эти пособия могут приобретать как учителя, так и родители, так и дети. Ну, на этом слайде не случайно мы показываем пазлы, которые могут друг друга заменять или дополнять. То есть их можно как бы все переставлять. Где можно использовать пособия «25 лучших вариантов от просвещения». Можно использовать на уроке, на дополнительных заданиях, в том числе, кто занимается с репетитором. Эти книги прекрасно подойдут для тех, кто занимается индивидуальной подготовкой. И, используя наши пособия, можно эффективно повторить и теоретические вопросы, и отработать практические навыки по выполнению разных типажей заданий, которые будут включены на УГЭ и ЕГЭ. И также можно определить уровень своей подготовки к этим испытаниям. Ну, кроме того, книги можно использовать для организации фронтальной работы в классе, да, и для индивидуальной работы. На каких этапах лучше использовать пособия «25 лучших вариантов от просвещения»? Ну, прямые репетиторинги знаний по предмету в течение учебного года. Ну, как вы знаете, психологи утверждают, что готовить детей к ЕГЭ нужно с первого класса, чтобы ребенок знал типажи заданий, понимал, что такое задание на установление соответствия, да, когда мы работаем с тестами, и поэтому по нашим книгам можно решать задания при изучении основных тем. То есть вы проходите тему, и из пособия «25 лучших вариантов от просвещения», да, сразу предлагаете варианты заданий по этой теме. Ну, очень удобно, что можно простроить индивидуальную траекторию подготовки ЕГЭ каждому ученику. То есть, да, какие темы у ребенка, если западают, можно неоднократно проработать, да, используя разные варианты, и тогда мы, конечно, достигнем максимального результата. Но при организации репетиции по типу сдачи ОГЭ и ЕГЭ можно в реальном времени, чтобы действительно ребенок решал какой-то вариант с учетом временных рамок. Таким образом, коллеги, вот возможность использования пособия «25 лучших вариантов от просвещения» позволяет нам повторить и теоретические вопросы, и вопросы практического характера, и провести контроль. Давайте посмотрим, какую структуру имеет наше пособие «25 лучших вариантов от просвещения». На этом слайде представлено предисловие или ведение, где даются отдельные методические рекомендации по повоменению заданий. Также отдельно рассказывается, какие сложности возникают у школьников при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ, на что следует обратить внимание при подготовке. Ну, как вы видите, в содержании даются сами варианты, их «25», и в конце приведены ответы. Что важно, что каждый из учеников всегда сможет себя проверить и научиться правильно оформлять ответы. То есть ребенок поймет, что необходимо отмечать в ответах на тот или иной вопрос. А как мы с вами знаем, иногда очень обидно, что дети прекрасно знают ответы на вопросы по биологии, но неправильно вписывают сам ответ или неверно его оформляют, и из-за этого не получают максимальное количество банок. Вот именно то, что включены есть ответы, это, конечно, в помощь ученикам, чтобы понимать, как отвечать на тот или другой вопрос при выполнении того или другого задания. Ну, кроме того, в конце нашего пособия «25 лучших вариантов от просвещения» даются приложения, где представлены табличные данные, которые необходимы для выполнения ряда заданий. И, как вы видите, коллеги, на следующем моем слайде, здесь представлены примеры заданий из части 1. Это как раз первый вариант. Оформление в пособии идентично тому, которое будет у школьника на ОГЭ или ЕГЭ. И очень важно, чтобы ребенок привык, как размещены задания, как они представлены, где следует вписывать ответ. И чтобы на испытании, когда будет ребенок писать ОГЭ или ЕГЭ, не возникло стрессовой ситуации, и ребенок действительно правильно все указал и правильно все отметил. И если после задания идет только один квадрат, значит, только у нас с вами один правильный ответ. А если два квадрата, значит, у нас два правильных ответа в этом задании. Ну, как мы с вами знаем, от волнения дети очень часто неправильно заполняют свои работы, а используя наши пособия 25 лучших вариантов от просвещения, ребята до автоматизма научат списывать верные ответы и тем самым обеспечить себе отличный результат на самом испытании, при сдаче ОГЭ или при сдаче ЕГЭ. Ну, кроме того, номера задания соответствуют кодификатору, то есть последовательность заданий соблюдена, как будто ребенка на экзамене. Ну, к примеру, 25-е задание в ОГЭ будет именно на установление соответствий, а 27-е задание на восстановление текста с помощью избыточного числа термина. То есть ребенка уже, да, будет совершенно понятно, прорабатывая вот эти все варианты по нашим пособиям, да, и на ЕГЭ, на ОГЭ будет узнаваема сама форма подачи материала. Ну, как мы с вами видим на этом слайде, представлены задания из части 2. Конечно, задания из части 2 приносят максимальное количество банок. Они сложнее, чем задания в части 1, и к ним нужно готовиться отдельно. Поэтому, коллеги, очень важно, чтобы наши с вами дети проработали все задания в части 2, используя пособия «Я сдам ОГЭ, я сдам ЕГЭ», а по книге «25 лучших вариантов от просвещения» прорешали задания в части 2 в реальном времени. Ну, как советуют стубальники, кто получил стубалов по биологии, что успех сдачи УГЭ и ЕГЭ зависит от того, насколько много школьники прорешают задания и научатся с ними работать. Поэтому наше пособие и позволит подготовиться и заработать максимальное количество банок. Ну, друзья мои, в наших пособиях, как я говорила, в конце даны ответы. И это очень удобно, потому что ребенок всегда может проверить, что он выполнил верно или где он допустил ошибку. Мы с вами знаем, что существуют проблемы. Наши дети не умеют давать развернутые ответы. Или, давая, например, ответ на тот или другой вопрос, ребенок пишет все, что он знает, кроме того, о чем у него спросили в этом задании. То есть они не отвечают в итоге на поставленный вопрос. Ну, чтобы этого не происходило, очень важно детей научить именно правильно, кратко отвечать. И поэтому у нас даются ответы ко всем заданиям, в том числе даются и развернутые ответы. То есть мы детей учим правильно отвечать на поставленные вопросы. Ну и кроме того, в отличие от заданий части 1, которые проверяются автоматически, задания части 2 проверяются экспертами вручную. Поэтому наши с вами дети должны отвечать так, чтобы педагогам не приходилось догадываться, что же в виду имел ребенок или о чем идет речь. То есть должно быть понятно и учителяем биологии, кто проверяет наши варианты, и ребенку. Ну, также в конце наших пособий 25 лучших вариантов от просвещения даны дополнительные материалы. Они необходимы для выполнения ряда заданий. Школьники учатся работать с таблицами. Их не нужно где-то отдельно брать в пособиях или в учебниках. А все справочные данные включены как раз в наши книги. Ну и коллеги, нам кажется, что это очень правильно, что в нашей книжечке 25 лучших вариантов от просвещения включены листы достижений. Для чего они нужны? Учащиеся, выполняя каждый вариант, смогут отмечать, сколько времени ушло на выполнение каждого задания. И они увидят, каких результатов они достигли. Таким образом, дети могут проследить динамику, какие задания они выполняют лучше, и на это уходит меньше времени. А какие задания еще вызывают трудности, и к ним следует еще раз вернуться и проработать их отдельно. Как раз лист достижений может являться контрольным инструментом и для педагога, кто работает с детьми, и для родителей. То есть мы с вами, как родители, можем увидеть, с какими же заданиями у ребенка еще существуют проблемы. Значит, нужно отдельно проработать эти темы, повторить основные термные понятия, и снова взять один из вариантов и прорешать. И лист достижений нам, конечно, будет в помощь. Ну и коллеги, подводи итоги. И хотелось бы сказать, что преимущество пособий 25 лучших вариантов от просвещения в том, что здесь оптимально подобраны задания в вариантах для эффективной подготовки ГИА. Ну и задания составлены с учетом всех особенностей, требований ОГЭ и ЕГЭ, и учитывают опыт прошлогодних лет. И, конечно, что очень важно, что у нас в эти пособия 25 лучших вариантов просвещения включены актуальные версии КИНГИА 2019 года. Таким образом, наши книжечки сможет использовать учитель в качестве пособия для предрознационного тестирования, то есть и для внутренней системы оценки качества образования каждого из учеников. Ну а приобретая эти книжки ученики, смогут самостоятельно проверить, насколько они готовы ГИА. Ну и, как я говорила уже в начале, доступная цена – это тоже важное преимущество. Конечно, наши пособия подойдут и учителю, и родителям, и ученикам. Педагогам мы предлагаем готовую методику подготовки к экзаменам и материалы для диагностики и контроля. Каждый вариант может выполнять как один ученик, так и группу детей, а также можно организовать работу в парах. Для ученика самое главное – разобрать все типажи заданий и провешать максимальное количество заданий, чтобы на самом испытании наши с вами дети как орешки щелкали вот эти как раз вопросы, задания которые у него будут в его варианте. То есть очень важно также, чтобы ребенок был и с психологической точки зрения подготовлен, не растерялся, куда и что следует вписать на УГ или ЕГЭ. Эти пособия 25 лучших вариантов от просвещения как раз ребенку позволит быть уверенным в себе и правильно оформить на самом испытании ЕГЭ и правильно ответить на все вопросы, выполнить все задания. Там, где будут развернуты данные, да, ответы, ребенок уже будет понимать, что от него требуется и будет давать тоже правильные ответы. Конечно, для родителей эти книги тоже, я думаю, что подойдут, поскольку их можно использовать как тренажер для обучения дома. А то, что есть ответ, это большой плюс для родителей, всегда можно проверить, что наш с вами ребенок выполнил правильно, а что, может быть, выполнил, где-то допустил ошибку. Да нужно еще раз будет повторить этот материал. Ну и, коллеги, я думаю, что после того, как я рассказала вам об основных наших особенностях пособий серии «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам УГЭ» и о наших новиночках, это 25 лучших вариантов от просвещения УГЭ и 25 лучших вариантов от просвещения ЕГЭ, у многих из вас возникнет вопрос, где можно приобрести нашу литературу. Дорогие друзья, мы вас всех приглашаем заходить на наш сайт издательства просвещения, где для учителей размещено очень много нужной, полезной информации, в том числе можно оформить заявку в интернет-магазине и приобрести необходимую литературу. Вот вы видите на моем слайде, да, телефоны, адреса, все здесь представлено. Ну, даже кто-то из вас сейчас думает, ну, мне вроде не нужна какая-то информация, да, про интернет-магазин. Я вас призываю, запишите, пожалуйста, зафиксируйте, поскольку придет у нас с вами август, да, сентябрь, когда все мы будем искать необходимые УМК, а вы уже будете вооружены, будете уже знать, что в интернет-магазине издательства просвещения всю необходимую литературу можно приобрести, в том числе и все пособия подготовки к УГЭ и ЕГЭ. Ну, дорогие друзья, также мы вас очень призываем приходить на наш сайт издательства просвещения www.pros.ru и у нас есть график проведения вебинаров там, и очень надеюсь, что в следующем учебном году многие из вас будут слушать наши и авторские вебинары, и методические вебинары, а у нас очень много новых задумок. Мы будем приглашать и наших уважаемых авторов, светил биологической науки, обязательно будем встречаться с учнями-практиками и будем много говорить также и о проблемных темах по биологии. Я думаю, что для вас такого рода встречи будут очень интересны. И, уважаемые коллеги, если кого-то заинтересует информация, да, может, какие-то вопросы у вас, какие-то пожелания, пожалуйста, обращайтесь. Здесь и моя электронная почта отмечена, телефоны также есть. Мы, как бы, всегда готовы к сотрудничеству, всегда рады вашим вопросам, вашим новым идеям, поэтому, пожалуйста, пишите или звоните. Ну, Галина Истихина нас спрашивает, есть ли в пособии задачи на крысингове расстояние между генами. Ну, уважаемые коллеги, да, это требования сегодняшнего ЕГЭ по биологии, эти задания включены. Ну, уважаемые коллеги, большое вам спасибо, что вы были сегодня с нами в этот вечерний час. Очень надеемся, что впереди период отпусков, когда все мы его проведем плодотворно и интересно. Мы вам желаем больших творческих успехов, желаем вам здоровья, желаем вам благополучия, и надеемся, что в следующем учебном году мы снова будем с вами. Всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...